6 голов, особенно при нуле пропущенных, это особенное число, потому что больше чем 5-0 ни в одном виде футбола, даже 8 на 8 технического поражения не бывает. 6-0 значит безоговорочный разгром. Я помню, что здесь идет о Киприн, я поздравляю вас с победой, остается важнейший решающий матч. Ну, пока я говорю это, я думаю и уверен, что он будет решающим, но, чтобы вы понимали, я еще не знаю, как Хорватия сыграла с Мальтой. Как будто ни было, игра предстоит важнейшая, и в сборной России крайне важна поддержка. В сборной России оказывается поддержка буквойской компании Фонбет, это и мой партнер тоже. На сайте Фонбет можно посмотреть огромное количество футбольных трансляций самых разных чемпионатов и сделать, естественно, выбор среди буквально миллиона ставок, которые предлагает Фонбет на все случаи жизни. Как это сделать, читайте в закрепленном комментарии, а я перехожу к сборной России. Фонбет, официальный спонсор клубов Реал Мадрид, Милан и ПСЖ. Когда мы говорим о сборной России, неважно в каком тренере, неважно в какое время года, мы редко бываем довольны в полной мере. Вот и сейчас сборная России обыграла команду Кипра в предпоследней игре группового отборочного турнира 6-0. И какие слова превалируют? А немного ли? А немного ли эмоций было выброшено вот в эту топку? А не случится ли теперь эйфории какой-нибудь? Ну и вообще не с Бразилией же мы в конце концов играли. Мы вот вели стрим с моими товарищами и коллегами, и там в общем была одна из базовых идеи. Ну, ребята, прям так и написал один из зрителей, мы же обыгрываем Кипр. Эта победа ничего не значит сама по себе. На этом хочется остановиться, друзья мои. Эта победа действительно ничего не значит, но только в одном случае. Если бы она достигнута, а если бы ее не было, она бы значила очень многое сейчас. И расклад перед финальным матчем, перед последним матчем с Хорватией был бы совершенно иным. Вы это понимаете прекрасно. Так что не стоит на этом заморачиваться. Что касается эйфории. Я думаю, что сейчас на самом деле можно без особенного риска попытаться предсказать стартовый состав сборной России на матч с Хорватией. И почему это возможно? Ну, потому что совершенно очевидно, что сейчас кого-то берегли за желтыми карточками. Очевидно, что есть просто ротационные позиции. И кого-то берегли даже не по желтым карточкам, а просто чтобы не было лишнего повреждения какого-то. И самое главное. Почему я думаю, что аргумент в отношении эйфории не очень состоятельен? Эйфории не будет в том, что в основном будут играть другие люди. И для них, таким образом, если брать ситуацию предельно общо, победа 6-0 над Кипром, это даже не повод задрать нос, как мы бы сказали, если бы мы разговаривали в детском саду. Это, наоборот, мотивация. Что вот, кто знает, а может быть вместо сборной-то пошатнулось на самом деле, да? А может быть, теперь там уже другие люди будут, если вот сейчас не добиться того-сего пятого и десятого. Но впереди матч с Хорватией, он самый главный и по-другому не могло быть. Просто не могло быть. Но так сейчас остается, повторяю, я не знаю, как сказала Хорватия с Мальтой, в момент, когда я это говорю, так остается сейчас, потому что сборная России сумела решить ту задачу, которая перед ней стояла вот вплоть до этой игры. У сборной России давно не было такого вот одного конкретного серьезного матча, который решает, была, не была. Я бы все-таки не стал сравнивать, допустим, матч с Данией на Евро. Евро сам по себе уже успех какой-то и так далее. А вот сейчас или чемпионат мира, или по сути все начнется заново. И вот в этом точно ничего хорошего не будет. Отдельно скажу, что единственным символическим событием в этом матче, мне кажется, то, что Федор Смолов все-таки вышел на игру, выйдя при этом, сделал голевой пас и забил. Ну, вы знаете, что отца Федора Смолова зовут Михаил. Как вы думаете, Федор Михайлович в день двухсотлетия Федора Михайловича Достоевского мог бы не отличиться каким-то образом? В общем, не знаю, спасет ли красота мир, а вот победа над Кипром приблизила сборную России к желанной цели попаданию на чемпионат мира. Это еще далеко не все, что я хотел вам сказать. Я же скажу, что мне представляется, что я знаю состав на игру с Хорватией. Тут ноль, как у всякого инсайда, но тем не менее. Сейчас единственное, что хочется добавить. Вы знаете, прям очень круто, как сегодня, мне кажется, проявил себя Мостовой. Я уверен, что он был брошен именно в этот матч для того, чтобы сыграть максимально долгий отрезок, для того, чтобы, может быть, дать отдых другим футболистам, которые на этой позиции будут играть с Хорватией. Сейчас, думаю, Мостовой не будет рассматриваться в качестве кандидата. Но вот для Мостового отборочный турнир начался с того, что его выпустили на второй тайм матч в Словакии, а потом через 15 или 20 минут заменили назад. Думаю, что для парня это был очень серьезный удар. Сегодня на Газпром-арене, стадионе, которое сейчас для него является домашним, он показал, что он действительно игрок сборной России и готов принять ей пользу, и, мало того, готов за нее играть более или менее эффектно. Одно из самых мощных противостояний в истории английской премьер-лиги – Алекс Фергюсон против Арсена Венгера. Их команды рубились на поле, сами они постоянно подкалывали до того на пресс-конференциях. В общем, там было все. Но есть один эпизод, про который точно не все знают. Как-то раз им ее особенно драматично выиграл Арсенал, и под трибуны началась какая-то толкотня, все орут, вот-вот очнется драка. И тут прямо в лицо сэру Алексу прилетает кусок пиццы. Все настолько офигели, что замолчали ее зашить. Это было в 2004 году, и только 13 лет спустя Сэск Фабригас признался, что пиццу бросил он. Но ничего, один раз не Фабригас. Какой главный вывод можно сделать из всей этой истории? Потому что пицца английская плохая, вот что он там скажет. Хорошей пиццей кто-нибудь разыстанет бросаться? Вот если бы у Фабригаса в руках была пицца от Фудбенд, он не то чтобы бросаться, он бы делиться ею ни с кем не стал. Фудбенд – огромный выбор пиццы, почти 40 видов. Готовят итальянские печи и очень быстро доставляют по всей Москве. Мне вот уже привезли. Я взял том-ям, вот кебаб с бараниной и халапеньо. Это пасты для тех, кто любит. Еще даже фруктовая была, груша, бручиз, но мы ее как-то сразу съели, извините. И кроме пиццы Фудбенд оставляет закуски под футбол, вроде картошки фри или наггетцев. Самые разные роллы выгоднее всего брать в сетах. Это я вам рекомендую. Десерты, напитки и много чего еще. По промокоду ВАСЯ25, Фудбенд дарит скидку 25% на все заказы и на любые блюда. Переходите по ссылке в описании. Питайтесь вместе с Фудбенд и используйте пиццу строго под назначением. Не будьте фабригасами. Ну и чтобы закрыть тему, что это был всего лишь Кипр. Уже был случай. Довольно давно, но тем не менее он был. Когда сборная Кипра в сущности и преградила путь сборной России на чемпионат мира. Это было в 1997 году. Тогда Мостовой был другой. Просто другой человек. Это был Александр Мостовой, который играл за сельту и вместе с Валерием Карпиным. Тогда в матче на Кипре Мостовой не попал в пустой угол ворот. Без всяких помех бил. Сегодня, день матча, очень многие выкладывали этот фрагмент. Там, кстати, комментарии. Я действительно видел это глазами. И после этого матча Мостовой и Карпина перестали приглашать в сборную России. Тогда говорили многие, что Борис Игнатьев хоть как подозревал их в сдаче игры. Но игры так не сдают. А на самом-то деле там просто слово за слово в раздевалке. Вот только что, казалось бы, игра была в руках, но как-то мог промахнуться. И вот была такая перепалочка, после которой возник такой серьезный разлад. В общем, Кипр это команда, которая прекрасно знает свое место об лярангах. Но именно поэтому она и может подставить подножку. Потому что это как подножка и подразумевается. Вот ты этого не ждал, а это произошло. И вот эта игра, в которой все складывалось хорошо. И кто-то из моих коллег уже успел написать, что, по-моему, на лице было написано у Кипрётов. Нам уже пора на Невский. Я не знаю, что там сейчас на Невском может быть открыто. Там довольно строгие правила ковидные, но тем не менее. Я с этим, в общем, не могу согласиться. Потому что именно эта самая подножка, в момент, когда это могло произойти, это 45-я минута. Это когда у Кипрётов получилось подать со стандарта. Помните, там был штрафной, который был почти угловой. У самого углового флага. И в упор головой бил нападающий. И Сафонов, у которого особенно не было работы, этот удар потащил. Вот здесь. Я, честно говоря, думаю, что все равно бы мы Кипра обыграли. Но вы Кипров обыгрываете? Нет, просто показываем. Красивая. Мы все равно бы обыграли, я думаю, Кипр. Просто это было бы по-другому. Просто футболисты получили бы хороший пистон в раздевалке. Наверное, замены последовали бы уже в перерыве. Но у Кипра не было столько сил, чтобы выставить против сборной России в этот день. Но, тем не менее, понравилась готовность играть до конца. Понравилась готовность добивать. Понравилась мотивация тех, кто выходил на замену. И, кстати, мне такое впечатление, что не так уж и часто бывало в истории сборной России так, что футболист, забивший два мяча, первый забивал без капитанской повязки, а второй с... Это касается Ерохина. Ну, а дальше... А дальше мне представляется, что, в принципе, уже почти все ясно. Что будет в матче с Хорватией, по крайней мере, к моменту выхода команд на поле. Дальше уже не знает, естественно, этого никто. Нет сомнений в том, что в Воротах останется Сафонов. Джикию для чего-то ведь берегли. Вообще, то, что я сейчас буду говорить, я, естественно, говорю, не зная информации, возможно, о микроповреждениях каких-то и так далее. Не дай бог, еще кто-нибудь получит небольшое повреждение и тем самым затруднит свою игру с Хорватией. Ну, короче, будем считать так, что все идеально. Сафонов в Воротах, где Джикию не зря берегли. Джики с Дивеевым центром обороны. С краями обороны, с краями защиты, в общем, ситуация двоякая. По-моему, все-таки, позиция ротационная. И не имеет смысла, тем более, что и Терехов, и Сутармин, несмотря на неплохо сложившуюся игру, они челночный объем работы проделали вполне уверенный. Поэтому, честно говоря, я думаю, что эти позиции будут обновлены. Я допускаю, что справа выйдет Караваев, уверен практически. И слева бояется Федор Кудряшов. Опять-таки, учитывая, что мы играем на выезде, Кудряшов очень опытный футболист. Вообще, он не так давно, не так часто, вернее, играет на фланге при степи у два защитника. Но, в частности, он играл на этой позиции в матче с Хорватией на чемпионате мира 2018 года, который был в четвертой финале чемпионата мира. В опорной зоне Барина уберегли не зря. Конечно же, Барина будет играть в опорте. Если кадры помощи медицинской головину после замены не параноидальные для меня, то, разумеется, выйдет головин. И я думаю, что третьим положительником будет Зобнин. Мне так кажется. По крайней мере, с первых минут. Про Зобнин я оговорюсь. Может быть, он еще не до конца поправился. Может, он еще не до конца готов. Тогда будет другой человек. Но и в атаке, разумеется, Смолов, разумеется, Миранчук и, я думаю, все же Бакаев. Потому что не зря его держали сегодня тоже. И, опять-таки, мостовой сыграл сегодня слишком много, слишком интенсивно для того, чтобы уповать на него в Хорватии как на игрока, в общем, иначе как выходящего на замену. Вот, собственно, мне кажется, что с этим все более-менее ясно. Я допускаю, что, может быть, еще нюанс. А ведь сборная России свой первый матч при Карпене с Хорватами играла в Москве. И сыграла, в общем, по рисунку совсем неплохо. Вот, то есть, плана придерживалась какого-то. Да, там было 0-0. Там, в общем, многие остались разочарованными, хотя непонятно почему. Но, тем не менее, там сборная России играла с так называемой ложной девяткой. Вот я вполне допускаю, что Карпен против Хорватии на выезде тоже попробует сыграть с ложной девяткой. И меня в этом сомнении укрепляет то, как был забит второй гол. Второй, с которым, собственно, начался разгром. Началось все с того, что Миранчук, который был ложной девяткой в первом матче, как раз по этой позиции и по этой логике как раз и открылся. И выключил на ворот, и потом сыграл на Смолова. Ну, и потом один Федор Михайлович отметил двухсотлетие другого. Возможно, выжидает миоферический шуток сегодня. Ну, шутить над Кипром я не хочу. А что касается будущего сборной России, то до такой степени интересно, серьезно, может быть, даже немножечко закусив губу, мечтательно предвкушать игру в Хорватии со всем пониманием опасности этой игры. Что так хочется вот сейчас, через два часа после окончания этой записи, поднять голову, посмотреть в телефон, в онлайн, и увидеть, что Мальта отрвала у Хорватии очки. Если это не произойдет, так будет только интереснее. Вся наша жизнь игра И если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь. Здесь этот мир как большой. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Субтитры создавал DimaTorzok